Эта дровляная скрыня, вырабленная 100 года тому вязковыми мастерами и упрыгоженная на мясцовый манер, директору Брудницкого Дома культуры досталась от бабули. Неколе один из материальных добытков вязковой семьи Сеня – каштоуный и самый старый экспонат новой экспозиции. Вот этот сундук принадлежал моей маме. Он был, наверное, по наследству передан маминой, то есть моей бабушкой Логодич Пелагея Васильевна. Мама с папой женились в 1956 году и, наверное, он тогда уже был у нас дома. До последнего дня, то есть он был в работе, там были льняные тканые ручники, вот такие половики, ну и там вот такое, как сказать, ну все тканые. Размаляванный дровляный куфор для тогочаса вязковой семьи был не просто меблей. Спочатку там заховывался девочий посаг, с тягом часа сбирался семейный скарб. Белизна, святочная вопротка, вышитые ручники и абрусы. Приховывались там и зарубленные семьей гроши. Тому важность куфра была надзвучайная. Об чём свечать и целый весельный песенный обряд, який селлита обновили у Ивановской вёсцы Залядыння. Обряд назывался «Выкуп скрыни». Не сундука, не куфра, а выкуп скрыни. В этом обряде разговор идёт от самого пункта, как везут скрыни. У нас столько песен, у нас нет ни одного места, чтобы он был не опет соответствующей песней. То, что выстава запрацевала именно на базе Ляховицких Дома культуры, не выпадковость. Конкретно в этой местовости объединены сюня Лясковицким сельвиканкам и вырабляли, и оздобляли знакомитые на всё полесье куфры. Дровляные оскрыни сбивали маэстры звёзд Кириловича, а вот с росписом и фирменным узором – фляндровкой. Их покрывали у вёсцы Агова. Тут даже с 1987 года и аж до конца 90-х день и чала своя фабрика – филиял Брестской фабрики сувениров. Это всё было продиктовано необходимостью каким-то образом задействовать вот эту территорию Лясковского сельского совета в экскурсионном маршруте. Мне кажется, что каждая местность должна иметь свою изюминку, свой образ, свои интересные какие-то объекты. А кроме выставы, где уже сегодня представлено больше за 50 экспонатов, на базе Дома культуры будут проводить майстер-классы по уховским росписи. При полной текавости сбоку мясцовых детей запрацуй и гурток. Новокультурный объект должен притягнуть новых туристов. Он вводит уяснуютший экскурсионный маршрут, который захопливает Иваново, Лякович, Ляскович, Достойво, Молодово и Моталь.